Первая половина предстоящей недели ознаменована выходом следующих макроэкономических данных, способных повлиять на действия инвесторов на финансовых рынках. Так, в Китайской Народной Республике во вторник выходит отчет по экономическому росту за четвертый квартал 2014 года. Эксперты ждут замедления ростом до 7,2% в годовом выражении и до 1,7% по сравнению с третьим кварталом. Напомним, что в июле-сентябре темпы роста ВВП Китая составили 7,3%. Данная динамика оказалась самой низкой с первого квартала 2009 года. Тем не менее, власти страны заявили, что экономический рост находится в приемлемых рамках. Стоит отметить, что во втором квартале 2014 года ВВП страны прибавил 7,5%, в первом – 7,4%. В квартальном исчислении китайская экономика расширилась на 1,9% в июле-сентябре. Кроме того, в Германии во вторник выходит отчет по настроениям в деловой среде по данным института ZEW. Рынки прогнозируют, что в январе показатель вырос до 39 пунктов. Декабрьское значение индекса составляло 34,9 пункта. Доверие инвесторов Германии согласно исследованию института ZEW резко выросло в декабре, сигнализируя об укреплении экономики страны. Напомним, что в ноябре данный индекс был на уровне лишь в 11,5 пункта. Экономисты ожидали роста индекса до 18 пунктов. Аналитики ZEW отметили, что рост был связан с благоприятными экономическими условиями, такими как слабый евро и низкие цены на нефть. В среду Соединенные Штаты опубликуют объем выданных разрешений на строительство за декабрь. Прогнозируется рост индикатора до 1,054 млн разрешений. Для сравнения, в ноябре количество разрешений на строительство новых домов в США составило 1,035 млн, уменьшившись на 5,2% относительно предыдущего месяца. При этом аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,5%. Тем не менее, эксперты дают оптимистичные прогнозы. Говоря, что восстановление рынка недвижимости получит новый импульс в 2015 году. Если ставки по ипотеке продолжат падать, а зарплаты расти, то это поддержит спрос на жилье и, следовательно, активность в строительном секторе. Кроме того, в начале недели будут опубликованы следующие отчеты. Так, в понедельник нас ждет публикация швейцарского индекса цен производителей и импорта за декабрь. Во вторник рынки будут следить за выходом данных по промышленному производству в Китае, индексу производственных цен и индикатору настроений в деловой среде от института ZEW в Германии, а также объему производственных поставок в Канаде. В среду в Новой Зеландии выходит отчет по инфляции. Японский Центробанк огласит свое решение по учетной ставке. В Великобритании выйдет статистика с рынка труда и протокол недавнего заседания Банка Англии. В США предстоит публикация доклада по числу закладок новых фундаментов, а Банк Канады обнародует свое решение по размеру основной процентной ставки. Это был финансовый календарь, подготовленный для вас командой Инста-ТВ. Всего вам доброго, до свидания.